Доброе здоровьицы, уважаемые посетители моего канала! Начнем работу с комментариями и упоминаниями. Анна Кожемякина, Геннадий Петрович, порекомендуйте, пожалуйста, чем лечить стоматит ребенку 11 месяцев, заранее благодарна. Как правило, здесь рекомендации можно разделить на два типа. Первое, это профилактически. То есть, если вы начали ребенку давать что-то сладкое, то вот это сладкое надо, по крайней мере, сократить значительно. Потому что именно оно служит подкормкой вот этих вот бактерий, которые как раз вызывают стоматит. Раз. Теперь непосредственно против самого стоматита. Против самого стоматита очень хорошо помогают вяжущие средства. Знаете, вот чтобы ребенок полоскал, но в 11 месяцев ребенок еще не понимает, что где-то там полоскать, не полоскать. Вот, особенно квасцы. То есть, берете на пальчик эти квасцы, и вот где там у ребенка стоматит, и этот стоматит смазывайте квасцами. Желтые квасцы, они такие желтенькие. Вот на пальчик там помазали ему немножечко это делать. То есть, вяжущие средства отлично помогают. Квасцы как раз обладают вот этим вяжущим свойством. Мне понравилось средство Тиграна, называется, как же оно называется? Называется Валютка. Вот я недавно у него взял. Она такая, обладает довольно-таки сильным вяжущим вкусом. Вяжущий вкус не любят грибки, бактерии и прочее, прочее, прочее. Вот я использую. И бабуся еще рекомендовала одно такое растение, называется скумпия. Ну, это надо знать. Ну, короче, это растение, его завариваешь травку, это какой-то кустарник такой. И тоже вкус вяжущий, горько вяжущий. Очень здорово влияет на вот эти вот стоматиты. Итак, повторим. Для профилактики ничего сладкого во рту не надо, чтобы вот было что-то такое сладкое. Потому что именно сладкое способствует тому, что создают среду для развития разного рода этих бактерий. А против бактерий применяются вяжущие средства. Вот, да, желательно, вот, если вы используете квасцы, то просто-напросто смазывайте во рту. Если вы используете раствор, там, допустим, квасцов, вот уже для себя можете пополоскать во рту. Желательно не глотать, потому что все это вяжущая жидкость может у вас тут в пищеводе образовать такие спазмы, которые образуются, знаете, как от хурмы. Вот человек раз-раз одну хурму съел, вроде ничего, другую хурму, потом как? Завяжет ему. И что еще можно было сделать или попробовать? Вот сейчас как раз действительно хурма. Вы берете хурму, которая как раз не королек, не сладкая, которая еще не созревшая. Ну, посмотрите. Вот, и кожурой этой хурмы, не наружной частью, а внутренней, со стороны мякоти, можно также смазывать вот эти стоматитные язвочки. Ну, лучше всего, по-моему, квасцы можно найти везде. Работают отлично. Два дельфина. Деревья инием покрыты, и лес, понурившись, стоит, как будто холодок обиды в своем молчании таит. Еще нет снега, только иний, и нет зимы, а стынь одна. Стихи Девентьева. Отличные стихи. Вот Наталья Фокина интересно дала свои комментарии. В голодании я не новичок и заметила, что тошнит, когда желчный пузырь сбрасывает с желчью. Сейчас это происходит на четвертые сутки, а вначале только на десятые сутки голода. Сразу по данному совету Малахова делаю клизму. И честно скажу, пью кислую со свежевыжатым соком лимона в воду. Отпускай. Я сделаю следующее замечание. Смотрите. Когда желчный пузырь сбрасывает с желчью. Тошнит тогда, когда желчный пузырь еще не сбросил с желчью. Либо же она застаивается. Двенадцатиперстный может быть кишке. Короче, желчь не сброшена. Поэтому она и вызывает, она не может пройти вниз, поэтому она вызывает как раз и... Вот это чувство тошноты. Что делает кислая вода? Кислая вода как раз способствует тому, что она активирует работу печени и желчного пузыря. Значит, сразу же идет вот этот вот сброс того, что застоялось в желчном пузыре. Там, возможно, в двенадцатиперстной кишке. И это, естественно, пошло-пошло вниз и наступает улучшение. Так, теперь делают клизму это от одно. А вот, значит, когда пьют со свежевыжатым лимоном воду на четвертые сутки. На четвертые сутки еще, будем так сказать, процесс голодания. Я уже вам рассказывал, что такое голодание. Кратенько, с самого начала. У нас питается клетка. Вот когда мы с вами представляли яйцеклетку. Это была одна клетка. Эта клетка начинает делиться. Образуется группа клеток. И вот этим клеткам надо как-то подводить питание. Потому что одни клетки внутри, другие клетки снаружи. И для того, чтобы все это нормально обеспечивалось, должна создастся особая система распределения питательных веществ между клетками. И также система, которая бы доносила, Это кровяная система, которая бы доносила и, грубо говоря, кислород, и питательные вещества клеткам. И удаляла бы все это обратно. И плюс еще нам нужна к этому прибамбас, пищеварительная система, для того, чтобы мы съеденную пищу смогли измельчить. И настолько ее, будем говорить, обработать в пищеварительном тракте и дальше-то в печени, чтобы она стала способна усваиваться нашим организмом. Так вот, на голоде мы отключаем первым делом пищеварительную систему. И далее у нас там еще функционирует кровяная система и межклеточная жидкость для того, чтобы, будем так говорить, не просто питать клетки, а больше выводить разного рода продукты, распады, ну и отчасти питать клетки. То есть организм переходит на внутреннее питание. И нам надо добиться этого состояния, для того, чтобы запустились определенные механизмы. Я о них много рассказывал, вы можете сами посмотреть, еще разок послушать. Вот задача. И когда это происходит на голоде, эти механизмы разворачиваются, питание, значит, исчезает из желудочно-кишечного тракта, у нас, значит, вот этот, кроме что работает выделительная система в крови, там, там, в печень собирает, чтобы кровь более-менее чистая там была. Начинают проявляться механизмы исцеления, аж на клеточном уровне. То есть с клеточного уровня начинается работа по, значит, обновлению клеток, их очищению, восстановлению, лишнее, значит, сжигается, выводится и так далее. Вот зачем нам надо отключить пищеварение. Если оно не отключено, то эти механизмы не разворачиваются, и лечебного эффекта голодания не будет в той степени, в какой мы хотим. Это важно понимать. Поэтому все вот эти вот голодания, там, допустим, на кислом, на соках или еще на чем-то, это не голодание, это просто диета, которая, да, со своей стороны какие-то там запускает, будем говорить, лечебно-оздоровительные механизмы, да, но это не голодание. То есть оно не может запустить те механизмы, которые происходят на голодании, и вызвать такой эффект, который происходит на голодании. Это важно понимать. Значит, если четвертые сутки, то тут еще процессы, будем говорить, исчезания, пищеварения, так сказать, они только начинают, можно так сказать, разворачиваться, тут ничего страшного нет, можно сделать. А вот на десятые сутки, там уже процессы, знаете, уже развернулись хорошо. И вот это добавление чего-то, для того, чтобы снять, ну, будем говорить, тошноту, вот это уже как-то нежелательно. Организм начал развернуться, он хочет что-то сделать. Ему надо помочь вызвать, если тошнота, я уже в который раз повторю, а если вас тошнит, значит, надо помочь организму вызвать эту тошноту, чтобы он очистился. Это все равно, как начались роды, и надо их не подавить, чтобы больно там не было. Надо просто-напросто родить это. Родить нормально, чтобы все этот процесс прошел. Вот. И тогда все нормально будет. Примерно я вам уже начинаю сравнивать. То есть, я бы поступал вот так вот. И я вам обосновал, почему я так поступал. Я надеюсь, вы поняли, как помочь в данном случае, вплоть до того, что можно тут и сделать массаж, такой продавливающий своего живота, чтобы этому помочь, если вы не хотите пить подсоленную воду. Надеюсь, что я вам как-то рассказал. Что ничего такого, конечно, нету в том, что вы выпьете вот этой самой кисленькой водички, там, с лимонным соком, или еще там что-то там такое. Но просто-напросто на качестве вашего голодания это как-то скажется. В той или иной степени. Я не могу сказать, что это повлияет, знаете, вот если взять 100% эффект от голодания. Вы что-то там выпили там разочек, для того, чтобы вам не тошнило, что это на 20% ухудшит ваше голодание, или на 5%. Ну, что-то сделает, не то, что бы хотелось организму. Вот это важно понимать. И для того, чтобы помочь ему, я вам рассказал все это средства. Далее. Елена Петер пишет. Британцы имели в виду тех, кто сидит или лежит, и пупы поднять не желают. Есть такая поговорка. Лучше бежать, чем идти. Лучше идти, чем стоять. Лучше стоять, чем сидеть. И лучше сидеть, чем лежать. Ну, это такая поговорка. А там было вот сказано, что для пользы дела, я вам просто привожу, для пользы дела около часа стоять. Это, если следовать вот этой вот пословице, и получается, лучше идти, чем стоять. Что мы не можем с ноги на ногу переминаться во время того же стояния. Можем разговаривать по телефону, медленно прохаживаться. Можем стоять, грубо говоря, даже за прилавком и топтаться на месте, чтобы запускать. Так, а спать и высыпаться, это полезно, повышает иммунитет. Сон, он, в первую очередь, вот, опять-таки, все это распадается, как-то, знаете, на какие-то основные части, повышает иммунитет. Повышение иммунитета, после того, как вы хорошо выспались, то есть иммунитет вашей защиты, важно понимать, что такое иммунитет. Это ваша защита. Давайте еще лишний раз, вот мы запустим Яндекс, и введем слово иммунитет, чтобы нам так, так, введите запрос. Иммунитет, это определение. Давайте. Слово. Ага. Иммунитет от латинского иммунитаз освобождения. Способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путем распознавания и удаления чужеродного. Ага. Все. Но для того, чтобы иммунитет наш работал, должна быть энергия, должны быть силы на это. Это важно понимать, что на любой какой-то оздоровительный, очистительный процесс, да на любой жизненный процесс, нужна энергия. Чем больше у нас вот этой свободной энергии, тем лучше мы себя чувствуем. И сон как раз способствует тому, что мы восстанавливаем именно расходованную энергию. Поэтому иммунитет повышается, и прочее, прочее. Далее. Опять у нас, значит, записки голодающего, комментарии Елены Петер. Вот я разъясняю. Она пишет. Но вот почему же использовать животных и растения, это грех. Они же даны человеку Господу. А вы говорите, что идет расплата. Как так? Просто-напросто Елена несколько невнимательно прочитала. Суть заключается, о чем я говорил. Почему возникает адрех, когда используют растения, и когда используют животных. Смотрите. Я как раз говорил следующее. Для жизни человека, вот он имеет свою усадьбу, усадьбу, которая его кормит. То есть там у него есть сад, у него есть, грубо говоря, огород, у него может быть поле, у него могут быть, там, допустим, корова, там еще, там что-то там такое, домашние животные, которые, как бы сказать, вот ему нужны, вот такое есть, раньше было, натуральное хозяйство. То есть натуральное хозяйство, он ведет, используя растения и животных, которые его обеспечивают жизненные потребности. Это нормально. Вот это да. Запомнили, о чем я говорю? Но если человек начинает, ага, а я сейчас ищу поле, распашу, для того, чтобы посеять на нем, допустим, подсолнечник, далее я, значит, сделаю растительное масло и продам. Либо же, а вот это у меня еще поле будет, я тут буду пасти, допустим, коров, которые будут мне давать молоко, это молоко я буду продавать, это самое, делать сыр и прочее, 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 прочее. Да? И в итоге получается следующая картина, что там, где могли бы жить, ну, дикие животные, расти там, дикоросы какие-то, они уже не могут расти. Человек из-за своего корыстного интереса распахал эти земли и лишил этих растений места и животных, которые бы здесь жили, и животных просто-напросто жизненного пространства. Вот это вот будет грех. Грех появляется там, где имеется корость. Вот это вот я сделаю, продам, и все будет отлично. Вы понимаете разницу? Одно дело для себя, вот у вас усадьба, натуральное хозяйство, и как раз тут, знаете, и количество населения определенное, вы можете там на нем прокормить, как бы, как бы сказать, сами, регулируется все это природой. И живете нормально, никого не притесняя. И совсем другое, вы еще к этому участку добавляете там, ого, какие поля, на которых начинается, Бог говорит, подсолнечник, пшеница, которую вы уже не можете съесть, можно из нее сделать, допустим, водку, ну, и другие растения, допустим, тот же табак, или еще что-нибудь такое, которые идут на продажу. Вот я летаю на самолете, когда летал, смотрю, земля вся распахана. Разве надо для удовлетворения пищевых потребностей человека столько распахивать земли? Нет, для удовлетворения этих потребностей не так много надо земли-то вообще-то, если так, на пищевые нужны. А вот если на продажу, это совсем другое дело. Тогда тут все надо распахать и сказать, что земля должна тут родить и все, мы должны ее использовать и... Вот в чем, Елена, чтобы вы понимали, о чем я говорил. Далее идет это нажим лежа, мой проджект на полгода. так, Анат Анат Ноль Левич или Анатольевич. Так, Геннадий, здравствуй, почему при правильном питании и образе жизни у вас такая неспортивная фигура, живот и избыточный вес? Ну, можно так выразиться, я сейчас нахожусь вообще-то в таком возрасте, что каждый день может стать последним. Вообще-то. 68-й год идет. 68-й год, о чем я и сказал. Вы так должны примерно все-таки представлять, что возраст есть возраст. Это первое. Значит, что касается правильного питания, я его придерживаюсь. Не то, что вот, знаете, можно там это, как я вам рассказывал, вот так, вот так, вот так вот. Да, я придерживаюсь. Я придерживаюсь так. Образ жизни, я его тоже придерживаюсь. Я как-то вам уже говорил о таких вещах. Вот есть такое понятие, как фанатизм. Человек, ага, вот так, я вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, то есть он фанат вот этого образа жизни и так далее. И он уже живет, вот как некоторые, как есть такая пословица, живет для того, чтобы есть, а не есть для того, чтобы жить. То есть, вот там вычисляются там сыроедения или еще что-нибудь, или еще что-нибудь и так далее, и так далее. Вовремя встать, ложиться и так далее Я прошел этот этап Прошел этот этап И вот как я живу, так я живу То есть я сужу по своему здоровью Что мне удобно жить в этом теле И оно по крайней мере Мне не досаждает никакими болячками Это важно понимать Далее я вам хочу привести Несколько, так сказать, своих этапов Ну, на фотографиях Когда у меня была совершенно едная фигура Ну, первая фотография, смотрите Это когда я занимался тяжелой атлетикой Видите, какая она? Далее, когда я начал заниматься Вот именно здоровым образом жизни Я сбросил это все Смотрите, видите, какая она стройненькая тут стоит Далее я даже могу делать такие вещи Как закрытый лотос, вернее, мог это делать Далее пошел, значит, что у нас там Книжный этот самый Период Все это там я мотался Так, особо не до здорового образа в жизни было Но, тем не менее, я, естественно, придерживался этого И, можно сказать, вы видели меня на телевидении Какая у меня фигура Что я делал Стоял на голове Сидел там в лотосе И, наконец-таки, вот это последнее Вот, что я в данный момент представляю сейчас То есть, фигуру вообще-то можно поменять Но для этого надо прикладывать усилия Лично для меня Вот это Со всеми, так сказать, усилиями и так далее И так далее Я вот прикладываю столько усилий Чтобы быть вот таким Вот, как вот эта фотомоделька Живота Избыточный вес Ну, что-то там есть Ну, лично мне Моя фигура нравится Не знаю, как вам У каждого Свои вкусы Свои предпочтения И прочее, прочее, прочее Они у меня лично тоже отменялись Я думал Надо вот таким вот быть А потом-то холодно Надо просто вот таким стройненьким быть А потом, да, надо быть таким естественным Как я сейчас являюсь